Всем привет! Это Хабаровск Онлайн. И прямо сейчас мы вспомним все самое интересное и обсуждаемое из сети за последние дни. Мэр провел стрим в Инстаграме. Страшное ДТП в досах рассмешило интернет-пользователей. Хабаровчане ждут интернет от Starlink и балерины танцуют на набережной. Мэр Сергей Кравчук вновь встретился со своими подписчиками на полях Инстаграма. На прошлой неделе городоначальник ответил на вопросы хабаровчан в прямом эфире. Это уже четвертый стрим, который проводит глава города. Мэр успел ответить на более чем 30 вопросов, которые ранее поступали на его страницу, а также те, которые задали пользователи уже во время эфира. Они касались конфликтов с управляющими организациями, состояния дорог, ветхого жилья, парковки у аэропорта, перспектив строительства пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. Часть обращений, на которые мэр не смог ответить сразу, он записал и пообещал разобраться. И, кстати, во время эфира подписчики отмечали в комментариях, что такой формат общения с городоначальником им интересен. И, кстати, никто из российских мэров на постоянной основе не встречается со своими подписчиками в прямых эфирах в Инстаграме. А теперь о героях, которые живут рядом с нами. На прошлой неделе в Приморье в Фокино 20-летний парень из пожара спас двух девочек. На седьмом этаже жилого дома вспыхнул огонь. В квартире были девочки 3 и 11 лет. 11-летняя Настя успела намочить полотенце, прикрыть им рот маленькой сестре, вытащить на балкон и позвать людей на помощь. На восьмом этаже проживает 20-летний Алексей Резниченко. Он смог руками поднять девочек к себе. Внизу в это время страховали люди. Они растянули одеяло. Парень просто молодец. Но вот объясните мне, как это работает? Почему в таких ситуациях одни достают телефон и начинают снимать видео, а другие, рискуя своей жизнью, спасают людей? А вот в Ноябрьске мальчик продемонстрировал удивительное, прямо стоическое спокойствие на фоне чрезвычайной ситуации. В Ноябрьске горел расселенный двухэтажный дом. Пожарные вывели жильцов из соседних зданий, пострадавших нет. Очевидцы, находясь на безопасном расстоянии от огня, наблюдали за горящим домом. Один из них снял на камеру девятилетнего мальчика, который воспользовался случаем и занял качели. Атмосферно, правда? Это видео просто не могло не стать мемом. Оно разошлось по Твиттеру. Видео обсуждали на Реддите, где его опубликовали под заголовком «Calm», «Спокойствие». Инцидент собрал сотни ироничных комментариев. Например, «Мы построим новый дом, никаких проблем». Или «Еще один обычный день в России». Или вот еще «Зен мальчик». Думаю, гифка, сделанная из этого видео, еще много лет будет мемом. А ведь мальчик просто хотел покачаться на качели. А в соседнем Комсомольске творятся очень странные дела. Там мужчина решил загрузить в багажник своего внедорожника немного асфальта, куча которого лежала прямо на дороге. Вот так спокойно и методично главный герой ролика загружает асфальт. В комментариях, кстати, многие его хвалят, мол, именно так на джипы можно заработать. А что здесь такого? Интересно, куда он его, на дачу или двор решил отремонтировать? Правда, позже появилась информация о том, что это старый срезанный асфальт, а его все равно собирались выкидывать. Но согласитесь, что даже с таким уточнением видео все равно прекрасное. Слабонервным не смотреть. Серьезное ДТП на ДОСах. Ролик с таким названием на прошлой неделе распространялся в местных пабликах в социальных сетях. Но там и правда все очень-очень страшно. Иду, короче, по ДОСам. А тут ДТП. Канабу улетел. Перевертыш. Все потекло. Людей нет. Никого нет. Походу, пьяные были. Кинули и ушли. Все. Я видал, как они неслись по бетонке. 160, не меньше. Да сколько же можно? Как же вам не жаль себя и окружающих вас людей? Когда же все пьяные за рулем переведутся? Сколько еще примеров нужно, чтобы люди наконец опомнились? Надеюсь, все живы и целы. И впредь аккуратнее будут вести себя на дороге. Потом продадут как не битую и не крашеную. Интересно все-таки, что случилось с водителями и, наверное, пассажирами этого автомобиля. И еще вопрос, покроет ли страховка все эти повреждения. В Минкомсвязи Российской Федерации назвали три вида угроз, из-за которых Роскомнадзор может взять на себя управление Рунетом. Это продолжение истории с законом об автономном Рунете, который был подписан в начале мая и вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Итак, Россия будет отключена от интернета в случае угрозы целостности сетей, то есть невозможности обмена информацией между пользователями, или угрозы устойчивости сетей, когда выйдет из строя оборудование, а также в случае угрозы безопасности сетей, когда будут выявлены попытки внешнего несанкционированного доступа. Отмечается также, что в случае оперативного реагирования отключение может произойти даже без уведомления провайдеров. Вот так-то. Но совсем недавно произошло то, что, по оценкам экспертов, может поставить под угрозу реализацию закона о суверенном интернете. Компания SpaceX Илона Маска 24 мая вывела в космос 60 спутников для своего проекта Starlink. Они предназначены для раздачи интернет-трафика по всему миру. Это один из сложнейших инженерных проектов, который реализует человечество. Спутники оснащены двигателями на криптонной тяге, и они будут находиться на высоте 550 километров над Землей. Чтобы обеспечить ровное покрытие планеты быстрым интернетом, нужно поднять на орбиту 12 тысяч таких устройств. Ученые обеспокоены, что над Землей появится столько спутников, которые могут сталкиваться друг с другом или с космическим мусором. Впрочем, Маск заявляет, что они смогут избегать столкновений, и сделаны устройства из материала, который будет сгорать в атмосфере. Ну а после запуска в сети появилось видео, где спутники Starlink паровозиком летят в космосе. Это выглядит как-то даже трогательно. Вот летят, чтобы дать нам интернет. За реализацией этого проекта следил и хабаровчанин, и новатор Дмитрий Богданчиков, который поделился с нами своими мыслями о том, как все это аукнется нам, землянам. В долгосрочной перспективе проект Starlink позволит очень сильно переформатировать коммуникации между населением Земли. Дело в том, что из 7,5 миллиардов человек на данный момент доступ к интернету имеет только 53%, или 4 миллиарда человек. Остальные доступа к интернету не имеют. И когда появится глобальный спутниковый интернет с покрытием по всей Земле, это очень сильно изменит весь рынок телекоммуникаций. Прежде всего придется очень тяжело сотовым операторам, но с другой стороны, такие сервисы и соцсети, как Facebook, YouTube и прочие получат огромный приток новой аудитории. Но не это главное, а то, что имея доступ к интернету, люди смогут получать новое образование, они смогут получать новое знание, они смогут получать оперативную информацию о новостях, естественно, обмениваться этой информацией с другими людьми. Поэтому в целом у нас получится глобальная сеть, и мы можем иметь контакт с любым человеком, с любой страны, в любой точке мира. И в целом все человечество будет объединено в глобальную сеть. Что ж, посмотрим, но вы же чувствуете, что вот оно, будущее, оно наступает буквально на наших глазах. Самый долгий стрим на данный момент запустил Всемирный фонд дикой природы. Он стартовал на прошлой неделе, а завершится через 450 лет. Это трансляция того, как разлагается пластиковая бутылка, и именно столько времени нужно, чтобы пластик полностью распался. В стриме интересного мало, конечно, просто бутылка на песке. Но вот интересна реакция жителей разных стран. Трансляцию за неделю поддержали около 500 тысяч человек. Они подписали петицию, призывающую создать Всемирное соглашение, запрещающее загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами. Фонд рассчитывает, что таким образом сможет привлечь внимание правительств к угрожающим масштабам загрязнения. То есть, как маркетинговый ход, стрим вполне себе удался. И, кстати, в России готовятся к ограничению употребления пластика. Об этом на днях заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Крупные торговые сети страны поддержали эту инициативу. А напоследок предлагаю взглянуть на немного абсурдное видео из Хабаровска. Это продолжение челленджа Dance of Amour, суть которого в том, чтобы станцевать на фоне или рядом с Амуром. И в этот раз танцуют балерины. Ну, вы поняли, что делать. Танцуем, снимаем про это видео и выкладываем в сеть с хэштегом Dance of Amour. Ну, а если вы хотите, чтобы мы рассказали зрителям что-то, на ваш взгляд, интересное, пожалуйста, выкладывайте фото и видео с хэштегом Смотри Хабаровск. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. В Ютьюбе нас можно найти по запросу телеканал Хабаровск, а в Инстаграме по адресу khv.tv. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok